Рещик по дереву работает резцами, называется стамесками. Кстати, резец – слово русское, это понятно. Что такое стамески, никто не знает. Стамесок может быть до трех-пятисот штук. Каждая форма, которая у нас выходит из-под резца, она должна соответствовать тому резцу. Чтобы сравнение было более понятным, в сравнении с куличиками в детском саду. Если нам нужен куличик побольше, мы берем такую ведерко, поменьше мы берем такую. То же самое со стамесками. Нам нужно поменьше, мы берем поменьше, побольше, побольше. Соответственно, если глазик у ангела такой, мы берем такую стамеску. Соответствующего профиля, соответствующей ширины, вот длина может разниться, а ширина и профиль, они будут разными. Когда я первый раз этот инструмент у мастера увидел, например, то же самое было. Наш серебряный блестящий. Вот, это замечательно. Сколько мы мастерных инструментов испоганили, это фантастика. Но без этого не получится. То есть, ученик должен портить инструмент мастер, но без этого нет вообще. Никакого движения нет. В зависимости от профиля инструмента, то, что у нас из-под резца выходит, то у нас и остается. Значит, если нам нужен плоский рез, мы берем плоскую стамеску. Значит, следующие стамески у нас идут полукруглые. Выглядят они следующим образом. Полукруглые и полукруглые. Они бывают по радиусу меньше, больше, чуть-чуть длиннее, чуть-чуть короче, но суть остается, в принципе, та же самая. Вот стамесик полукруглый. Вот еще стамесик полукруглый. Видите, они все разные. Размер стамески определяется размером рук резчика. Вот исходя из такого параметра или из такого. В зависимости от хвата, как мы держим стамеску. Когда резчик работает, инструмент у него в руке не статичен. То есть, можно резать так, можно так, можно так. В общем, на все 10-10 градусов, как тебе удобно, так ты с них и режешь. Заточка происходит очень просто. Мы кладем железку и трем до тех пор, пока у нас лезвие не становится острым. Для того, чтобы оно стало острым, мы трем ее с двух сторон. Мы буквально трем. Руками прижимаем и трем. Периодически поливаем водичкой. Понятно? Для чего? Для того, чтобы вымывалось то, что мы стираем, вымывалось, чтобы абразив оставался едким поближе. Но это, в общем-то, кто, в общем-то, все так или иначе с этим сталкивались, мы как бы затачиваем в дерево обрабатке все. Все, что обрабатывает дерево, имеет режущую кромку. Пила, фреза, режущий нож, стамеска, долото, сверло, все имеет режущую кромку. Значит, соответственно, имеет угол заточки. Угол заточки по стамеске 25-30 градусов. Значит, там есть очень простые приемы, но их нужно поймать. Поймать рукой. Научиться этот угол заточки держать рукой. Некоторые пользуются специальными приспособлениями, которые уже дают угол стамески. Не видели? Ни разу никто не видел. Там колесики специальные прикручиваешь и начинаешь. На самом-то деле, нужно учиться это делать рукой. Значит, зафиксировали, у вас рука должна чувствовать угол заточки. Вот этому, в общем-то, и учиться, по большому счету. День, два, три, месяц, год и так далее. При работе стамеска стачивается. Очень часто, когда у меня говорят, замечательно, я буду резать, это девочки так говорят, а мальчики будут точить. Так не бывает. Понимание угла заточки, суть заточки, как это затачивать, это принцип мастерства. Без этого резьбы люблю их. Принцип, как в любой работе с материалом, как сказала одна известная личность, возьми материал, убери все лишнее и получишь то, что тебе нужно. Вот то же самое и здесь. Мы как бы берем материал, значит, и легким движением как бы добиваемся той формы, которая нам нужна. Самая главная проблема начинающего, это первое. Незнакомый инструмент, неудобные позы, жесткий материал, еще плюс что-то надо делать. Куча вопросов. С чем сравнить? Ну, пожалуй, с вождением автомобиля. За это крути, это дергай, там нажимай, еще надо ехать куда-то. Еще учитывать, что там не должно быть. Примерно то же самое. Ну и последствия почти такие же, если ты сам себя калечишь. Вот. Поэтому на этом этапе, на этом самом оперативном этапе, необходим человек, который приглядывается человеком, чтобы он себе ничего не отрезал. Красная девица, это не девица с красным лицом, а красивая девица. Краснодеревщик не от слова, где работает с красным деревом, он работает с красивым деревом. Вот. Это такой вот маленький нюанс. То есть красное дерево, это просто дерево имеет красноватый оттенок. Это у нас так называется. Там она называется как угодно. У них название огромное местных, но еще и по-латыне название. То есть не значит, что это мастерство в том-то еще сразу раз, там увидел, чик-чик. Ничего подобного. Мы берем грубую форму. Сначала много-много работаем, быстро-быстро, потом чем ближе уже к концу, тем медленнее, медленнее, медленнее. Стружечки тоненько, тоненько, медлененько, медлененько. Так мы подбираемся, как к ушечке, в форме. Нежно, 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 нежно. Потому что перерезал лишний, потом не приклеивай. Поэтому скорость и, как бы сказать, интенсивность работы уменьшается, уменьшается, чем ближе вы к финалу. Вопрос теперь о себе. Сколько сил нужно для того, чтобы все это, значит, с этим работать? Жизнь в голову. Значит, сразу хочу сказать, сил здесь мне нужна вообще. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...